Группа Волощука СД давно решила на полуострове Камчатка побывать. Здесь Волощук служил, здесь набирался силы и на всю жизнь он получил здесь вдохновение заряд. Камчатский край богатый, но суровый. Здесь начинается российская земля. Народ живет здесь смелый и толковый. Когда здесь утро, то в столице еще спят. Мы постараемся вам показать как можно больше вулканы, гейзеры, овачу, сивучей, китов и медведей, памятник Берингу, Петру и Павлу, губернатору Завойко и песни вам споем про этот край, про океан и про людей. Теперь вкратце о самом городе Петропавловск-Камчатский. Это один из самых старых городов на Дальнем Востоке России. Первыми из русского царства сюда добрались казаки в 1697 году. Рядом с камчатальским селением Аушин, что на берегу Авачинской бухты, казаки заложили лабазы для хранения ясака, то есть оброка, или если говорить современным языком, налога, которым казаки облагали местных жителей и основали здесь острог. Но основанием города, именно как города, считается прибытие сюда в 1740 году кораблей второй камчатской экспедиции Витуса Беринга, пакетботов святой апостол Петр и святой апостол Павел, которые и дали название городу. Но в начале до 1849 года поселение называлось Петропавловская гавань, затем до 1924 года Петропавловский порт и уже с того времени Петропавловск-Камчатский. Площадь города 362 квадратных километра, население порядка 180 тысяч человек, часовая зона плюс 9 часов по отношению к Москве, то есть солнце над Россией восходит именно здесь, когда на Камчатке 9 утра, в Москве еще полночь. Теперь по поводу климата. Хотя Петропавловск-Камчатский лежит южнее Москвы, на одной широте с Самарой и Пензой, а также на одной широте с английским Манчестером и ирландским Дублином, однако климат города здесь заметно суровее. Среднегодовая температура воздуха в городе 2,8 градусов по Цельсию. Самый теплый месяц август со среднесуточной температурой 13,5 градусов Цельсия, а самый холодный январь минус 7 градусов. Горный рельеф, окаймляющий бухту и наличие спящих вулканов, говорит о том, что это сейсмическая зона. И это так и есть. Камчатка – одно из самых сейсмоактивных мест на планете. Только в 20 веке здесь произошло 10 7-бальных землетрясений, 2 8-бальных и 1 9-бальное. И даже во время нашего пятидневного нахождения здесь произошло два небольших толчка. Из знаменитых мореплавателей в Петропавловскую гавань заходили английские военные корабли Discovery и Resolution, 3-й кругосветной экспедиции Джеймса Кука. А в 1787 году Петропавловск посетили корабли Буссоль и Астролябия, кругосветной экспедиции Жана Франсуада Лаперруза. Теперь хочу рассказать еще о том, почему городу присвоено звание города воинской славы. Ну, во-первых, потому что во время Крымской войны в 1854 году сюда подошли союзники турок, англо-французская эскадра из шести военных кораблей с 212 орудиями и 2,5 тысячами десанта. Но защитники города во главе с генерал-губернатором Василием Степановичем Завойко отбили значительно превосходящего по силе противника, который бросили на поле боя и своих товарищей погибших из знамя Гибралтарского полка. Русские затем похоронили с почестями и своих героев, и погибших противников. Монументы их памяти поддерживаются в порядке до сих пор. И, во-вторых, это город воинской славы потому, что десантники Петропавловска-Камчатского ценой своей жизни поставили точку во Второй мировой войне, освободив от японских милитаристов Курильские острова уже в сентябре 1945 года. Здесь им также поставлен обелиск. Ну, вот так вкратце я дополню на рассказ нашего экскурсовода. Уважаемые любители рок-музыки, а вот они, небесные покровители Петропавловска-Камчатского, апостолы Петр и Павел. Именно этих два пакет-бота пришли сюда. Святой апостол Петр и святой апостол Павел. На Петре был Витус Беринг, а на Павле Чириков, капитан второго ранга. Витус Беринг был капитан первого ранга. Именно по его команде основали здесь город. Поэтому Витус Беринг, хоть и датчанин, а настоящий русский человек, отстаивал интересы. И именно поэтому называется Петропавловск. Люди уже забыли, что это такое, святые апостолы. А здесь напоминание. Прекрасный памятник, просто класс. Мне он очень нравится. И я слышу звуки музыки на набережной зажигают местные рок-музыканты. Пойдемте послушаем, что они-то поют. И в кармане, мальчика, тигарет. Значит, все не так уж плохо, но снимай, где ж пленят. И берет нас на полет. Серебрясты и окрепли. Пусть это я оставляю землю. Пусть это я оставляю землю. Уважаемые любители рок-музыки. А жизнь течет. И на Камчатке. Рок-жизнь. Вы видите, люди играют. Цоя. Поощрю их обязательно. Подойду сейчас. Спасибо! От московских рокеров в поддержку Камчатских. Рок-н-ролл-фараба. Давайте поддержим Камчатскую рок-музыку. Молодцы, ребята. Аплодируем вам. Привет от Волчука СД всем. Прекрасная погода. Вы видите, как нам повезло. Прям красота. И вот в 18 веке сюда, на север, начинают проникать англичане, а за ними и французы. Когда англичане, двигаясь с юга, а у них стояла задача пройти через пролив, через Ледовитое океан. В Англии в 18 веке, когда деревянные суда были, парусные, значит, было два корабля. Одним из которых руководил Джейнс Кук, а вторым руководил Чарльз Квард. Второй по должности в этой экспедиции человек. Когда они нашли в районе тропика Северного острова, который они назвали Сэндвичево острова, там проживали племена людей Маори, которые жили в каменном виде. И когда они увидели какие-то корабли с большим количеством парусов, огнестрельное оружие увидели, они приняли этих людей за богов. И поначалу они там им эти пироги с продуктами, с фруктами все возили, принимали как богов. Потом боги ушли на север, им надо было туда, но там их застала зима, и они вернулись назад. А богам назад не надо возвращаться. Если боги уже ушли на небеса, то назад не стоит. Поэтому кормить опять эту прорву богов Маори уже было очень сложно. Прозревать начали. И им понравились шлюпки. А вы знаете, что у большого корабля без шлюпок невозможно. Они одну шлюпку украли. И это взбесило ухо. Он взял в заложники вождей нескольких племен в обмен, чтобы отдам вам вождей, верните шлюпку. Это вызвало скопление этих воинов с копьями, со стрелами. Он переоценив возможности огнестрельного оружия, в него метнули копье и убили. И тело Кука захватили. Захватили, а по поверью Маори врага надо пушить. Тогда сила врага переходит в тебя. И поэтому его поделили, раздали племенам. Но Чарльз Гларк выкуп организовал вот этих частей Кука. И большую часть все-таки собрал назад. И похоронили его по морскому обычаю. Это мешок, камень и на дно морское. Поэтому надкусил он только Кука, а не съел. Это аллегория поэтическая. А Кларку кто оставалось делать? Он возглавляет экспедицию. Как вы думаете, куда зимовать идет? Ну куда им деваться? Деваться не сюда, только сюда. Только к нашим на боков. И они сюда приходят, и зимуют, ремонтируются. Кларк к этому времени уже болеет чахоткой. У него это уже третья кругосветка. Он с Куком все время все эти плавания совершает. Здесь они зимуют, им помогают тоже всем, чем могут, лишая себя многому. И весной в июне, по камчатским меркам июнь, это у нас ранняя весна. Уходят в берегов пролив. Там культы в Чуковском море затирают. Они возвращаются обратно. И на подходе вот к воротам в Авачинском заливе Кларк умирает. Поэтому корабли опять заходят в Петропавловск. И Кларка хоронят здесь. Первая его могила была вот где-то в этих краях, южнее, просто там окраина города. Но в середине 19 века его из той могилы достали и перезахоронили вот в этом месте. То есть здесь могила второго человека в экспедиции Кука. Здесь Кука не было, он не дедошел. Но экспедиция Кука была. А в 1913 году из Англии пришел корабль, который привез этот памятник. И вот больше ста лет на могиле их соотечественников стоит их память. Смотрите, какая история. Про Кука знают все. О том, что второй человек в экспедиции Кука в России похоронен, не знают очень много. Вот памятник Лаперузу. Когда вслед за англичанами французскому королю захотелось, чтобы были открыты новые земли в Тихом океане, чтобы они стали французскими, он снаряжает очень крупную экспедицию на деньги королевские, которую предложил возглавить французу, мореплавателю Франсуа Гало де Лаперузу. Мы его коротко зовем Лаперузом. И в составе этой двухкорабельной команды было 225 человек. Историки выяснили интересную вещь. Первоначально в составе этой экспедиции должен был Наполеон находиться. Но по каким-то причинам его в эту экспедицию не взяли. А вообще, если бы взяли, то история Европы была бы совершенно другой. Потому что, когда обойдя мыс Горн, эти два корабля Бусуль и Астролябия в Тихом океане совершили ряд открытий, дошли до Сахалина и, обследовав Сахалин, уперлись в мелководья, сформированные рекой Амур, они пришли к выводу, что Сахалин полуостров. И на картах французских и английских того времени Сахалин рисовался как полуостров. И да, пролив между Хоккайдо и Сахалином был даже назван именем Лаперуза. И когда уже зима подходила, они пришли зимовать, как вы думаете, куда? Один единственный портик – это Петропавловск, который Камчатским тогда не был. Это был просто Петропавловская гавань. Пришли в малюсенькую деревушку, в которой никто никогда, за исключением экспедиции Кука, не видел иностранцев. Никто по-французски не говорил. Вспомнили, что где-то там, в Верхнекамчатском остроге, отбывает ссылку бывший любовник Елизаветы Петровны. Вот его оттуда сюда привезли. Он дворянин, он французский знал, чтобы он переводил. И для того, чтобы показать русское гостеприимство, дали бал для французских мореплавателей, на который были приглашены все петропавловские женщины в количестве 13 человек. Из них 11 этельменок и только две русские тетки. Этих этельменок нарядили в платье русские. И представляете, эти французские галантные моряки, вот на балу, играли им на скрипочке из животных сделанных. После того, как здесь экспедиция подремонтировалась, им там помогали всем, чем могли, хотя всегда сами очень скудно жили. Одного человека, Лаперус, отправляет вот тем же путем, как и Беринг, через всю Евразию. Сначала в Петербург, потом в Париж. Он несколько раз там был на грани гибели, но остался жив. А все остальные, вот эти два корабля, уйдя с Камчатки, их видели в Австралию, они на ремонт заходили. И после этого никто ничего об этой экспедиции не знает. Она в просторах Тихого океана растворилась. Потом, через 36 лет, нашли в Меланезии на атоле Ванюкора следы кораблекрушения этих двух кораблей. И поэтому Франция попросила поставить память о том, что экспедиция Лаперуса была здесь, у нас на Камчатке. И он был установлен там, на перешейке. Но когда англо-французская эскадра тут воевала с нами в середине 19 века, они разбомбили тот деревянный памятник. И уже позже, в самом конце 19 века, русские моряки нашли камень, похожий на сердце. Почти 200 лет стоит и напоминает, что уже в 18 веке здесь были... Французские балы. Да, французские балы и французские люди. Уважаемые любители рок-музыки. Вот воевали мы с ними, с французами. А память о Клаперусу стоит. Потому что мы всегда уважительно, русские люди, относимся к любым смелым людям и честным. Вот он был честным и смелым. И заходил сюда перезимовать в Петропавловск-Камчатске. Но, к сожалению, погиб в штормах Тихого океана. Еще прошу обратить внимание на эклектику нашего ГУМа. В нем и партия, и банк, и кафе. А раньше еще магазин был и надписи. Тапочки, сланцы, купальники. Все в одном коконе. Какая прекрасная эклектика. Снизу капитализм, Газпромбанк, сверху коммунизм, а сбоку государственный универсальный магазин, Советский Союз. Все четко. Именно здесь встречали челюсткинцев. Но поскольку именно с Камчатки прозвучал второй залп Второй мировой войны, и отправились освобождать Курилы, а Курилы вообще мы отдали японцам сами. В 1875 году в Петербурге графом Витте был подписан договор о том, что в обмен на пол Сахалина Россия отдает Курилы Японии, а Сахалин становится российским. И даже у графа Витте из-за этого была поговорка. Граф полусахалинский его так прозвали. По итогам этих переговоров. Я был знаком с его внуком личным, с академиком Шумаковым, Борисом Борисовичем. Он был директором нашего института. Он был внуком его. Представляете, как тесно взаимосвязана история Петропавловска с теми краями. Да, все Курилы первым делом нанесли на карту русские казаки-землепроходцы. Но жили на Курилах тогда не японцы, а жили Айны. Особый народ, от которого сейчас осталось всего несколько сотен человек, живущих на Хоккайдо. Так что, когда стоит вопрос, чьи Курилы, русские или японские, Весь мир принадлежит нам, людей. Уважаемые любители Рокон-Ролла, русским принадлежит весь мир. Когда война заканчивалась, а мы знаем, что воевала-то в Тихом океане Япония с Америкой, у нас особых боевых действий не было здесь. Ну вот они там минировали подходы к бухте, ну где-то там какие-то гадости в проливах делали, но таких открытых военных действий, как с Америкой, не было. И американцы с Алиутов летали бомбить Курильские острова. И часть из этих самолетов, возвращаясь отбомбившись, терпела крушение над нашими вулканами и до сих пор на Мутновке остат потерпевшего крушения американского самолета. Но, когда уже делили мир в Ялте, уже тогда Сталин наговаривал, что Курилы должны вернуться к Советскому Союзу. Грамотное геопаритическое решение. Конечно. В 90-е годы Россия пробила международные договоры, чтобы все Охотское море стало нашим. Но в 90-е годы кусок Берингового моря Шевернадзе отдал Америке. И на границе с Китаем. Оно же не свое. Взял, отдал. Вот здесь мы видим памятное сооружение. Это стела, посвященная тому, что Петропавловск стал городом воинской славы. В 2011 году ему было присвоено это высокое звание. На четырех тумбах по краям отражено за что? Среди всех заслуженных на Камчатке людей после Беринга на втором месте находится Василий Степанович Завойко, военный губернатор, адмирал впоследствии, который организовал расцвет Камчатки в середине 19 века. Его прислали сюда в 1850 году. И пять лет он на Камчатке руководил не только военными делами, но и хозяйством, развивая и растеньеводство, и строительство, и кузнечное производство, и чего только под его началом не было сделано. Но самое главное дали по мусалам англичанам и французам, которые думали, что придут, бороняться нечем, а у них шесть кораблей, две с половиной тысячи войска, а у нас тут со всеми этими стрелками-охотниками чуть больше 900 человек было. Но получили так по мусалам, что ушли, не победив никого. А на следующий год, когда пришли сатисфакцию иметь, Завойко по приказанию Муравьева увел отсюда все военное имущество на кораблях, на которых обороняли Петропавловск, Бусти Амура, пришли воевать не с кем. Победу над врагом не удалось получить. Сожгли Петропавловск и ушли в Освояси, не получив заслуженного отмечения. Но все это время не было в Петропавловске памятника Завойко. И только несколько лет назад стоит вот такой маленький Завойко. Хотя по деяниям он колоссальная личность, но слава Богу, что все-таки памятник ему есть. Хороший памятник, между прочим, красивый, мне нравится. Я вижу, что память о службе на Завойко для вас высока. Я могу вам подарить книгу о Завойко. Вот в таком замечательном исполнении. На память, с историей его жизни, как он становился моряком, какие трудности ему. Спасибо. Ну все, всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Герой Днепра и Камчатки. А почему Днепра? Родился на Украине, в Полтавской губернии, а умер в Николаевской области. Был губернатором первым, военным губернатором Камчатки. Василий Степанович Завойко. В бухте, именем которого названо, я и служил на эсминце. И сейчас мы туда и поедем. В бухту Завойко. Смотреть, где стоял мой эсминец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Из жизни докторов наук Истории в амбисцензуры Расскажет рокер Валащук Редактор субтитров А.Кулакова